Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей, и сегодня долгожданное, мое из любимых видео, рубрик, ответы, вопросы, ответы на ваши вопросы. В общем, вы как заметили, я уже выделяю обложку красным, чтобы вы сразу знали, это для вас, что там может оказаться ответ на ваш вопрос. Сегодня много вопросов, я постараюсь быстренько на них ответить, они очень интересные. В общем, девчонки все ждут, и мальчишки, не помню, мальчишки есть или нет в этом разделе, ну, в общем, приступим. Первый вопрос от Анастасии. Можешь ли ты рассказать, как понять по взгляду, нравишься ты парню или нет? Мы с девочкой с этой уже переписывались, там я как раз-таки в видео говорила о том, что я уже по взгляду понимаю, нравлюсь я парню или нет, и вот она сказала, можешь ли рассказать об этом, да, как понять это вообще, нравишься ты или нет. Но первое, что я могу сказать, это то, что это приходит с опытом, то есть есть такие взгляды, которые вот уже даже интуитивно ты понимаешь, да, когда человек идет, идет такой расслабленный, вдруг он видит тебя, просто вот взгляд и все, и ты понимаешь, что зацепился, все, зацепился. То есть он может быстро отвести глаза обратно куда-то, да, может сделать вид, что он не смотрит на тебя, там, ты ему неинтересна, но все понятно уже, да, то есть вот я не знаю, это интуитивно, это нужно развивать интуицию, я снимала про это видео, про развитие интуиции, посмотрите у меня в рубриках, это советы МАЖ, я думаю, что оно там. То есть все приходит с опытом, когда вы много общаетесь с молодыми людьми, вообще много общаетесь с людьми, вы сразу понимаете уже, что к чему, какое отношение у вас, там, то же самое и с девочками, да, то же самое и с девочками, когда вы общаетесь, все уже идет налаживание общения, вы понимаете, что вы этому человеку нравитесь. С мужчинами немного полегче, потому что когда они видят вашу внешность, это первое, на что они нападают, это очень и очень сложно скрыть. И для этого просто нужно развить интуицию, развить внимательность, потому что я считаю, что интуиция, она выходит из внимательности. То есть развивайте свою внимательность, обращайте на все детали внимания, вы обязательно это заметите. Конечно, может быть не сразу, хотя внимательные люди заметят это сразу, и со временем. То есть просто присматривайтесь, начните с этого, начните развивать свою внимательность и интуицию, И вы обязательно заметите это, и будете уже владеть ситуацией с первых секунд. Следующий вопрос тоже от Анастасии. Она спрашивает. Здравствуйте, сними, пожалуйста, видео о том, что делать, если ты любишь мальчика, а он тебе не верит, и что с этим делать? Я спросила, почему не верит, если причины. Сначала она сказала просто, а типа, что она ему врала раньше. И я как раз-таки хотела об этом сказать, можно было даже не задавать мне последующий вопрос, что есть два варианта. Почему человек может вам не верить? Он может вам не верить по причине того, что были причины, для того, чтобы вам не верить, что вы врали. И здесь уже очень сложно. Здесь, чтобы вам мужчина снова верил, вам нужно завоевать его доверие. Здесь вы уже сами виноваты, и, ну, исправляйте. Если он продолжает с вами общаться, продолжает говорить, я тебе не верю, но при этом он с вами, как бы, да, и, в общем, не режет концы, то просто попытайтесь завоевать его доверие. Ну, очень просто, делайте все то, чтобы человек вам верил, будьте открыты, там, я не знаю, откройте ему свои соцсети, познакомьтесь со всеми людьми, пусть он звонит в любое время, берите трубку, то есть это нужно завоевывать, нужно делать в ситуации или просто быть в этих ситуациях, где проверяется доверие, быть полностью открытым, и вам будет это достаточно легко, если вы действительно открыты перед человеком. Что касается «я тебе не верю просто», ну, боюсь, что это может быть просто отмазка, «я тебе не верю просто», хотя есть вариант еще, что вы просто красивая, просто классная, и просто он не верит, что вы просто можете быть с ним, все просто, вот, и из-за этого, из-за своих комплексов человек может не верить вам, то есть, ну, здесь уже вам самим надо судить, если он такой, ну, как бы, самоуверенный достаточно, человек, то, в принципе, таких проблем не должно быть, но если на фоне него вы звезда, а он такой простой парень, то, скорее всего, он не будет вам верить просто потому, что он будет понимать, что у вас много ухажеров, и от своей неуверенности в себе он будет тушеваться и думать, что вы, скорее всего, предпочтете кого-то другого ему, в общем, думает, что вы такая классная, в общем, бросите его. Во всей этой ситуации вам нужно самой понять и почувствовать, что конкретно у вас за ситуация, в чем причина, проанализировать все это, потому что мне это сложно сделать, и исходя из той ситуации, которую вы выберете более подходящую к вам, делайте выводы, либо завоевывайте доверие, либо во втором случае тоже завоевывайте доверие, если он не уверенный в себе, то есть убеждайте его всячески, что он крутой, повышайте его самооценку, что все будет хорошо, и если просто, то просто бросайте его, и, скорее всего, это просто отмазка, чтобы с вами не встречаться. Следующая, Smoking Girl задает вопрос, что делать, если парни, которые тебе нравятся, пытаются отбить подруга? Я уже ей отвечала вкратце, что если подруга пытается отбить парня, то это не подруга, с такой перед подругой надо сразу перестать общаться, либо предъявите ей как следует, что это такое вообще за номера, все, мы с тобой не общаемся, и очень важно посмотреть на поведение парня, если он ведется на вашу подругу, то скатертью ему дорогу, скорее всего, они достойны друг друга, а если не ведется и делится с вами о том, что смотри, что делает твоя подруга, она тебе не подруга, то, соответственно, он должен дать ей понять, что вы самая любимая и единственная, и я думаю, тогда она перестанет. В общем, если мужчина ваш говорит, что я не знаю, в чем дело и что делать, она все равно пристает, это значит, что не так конкретно он дает ей отпор, если мужчина захочет дать девушке отпор, он даст ей отпор, так что она больше не подойдет, но от подруги такой лучше избавиться. Также много задают вопрос после видео о том, как избавиться от усиков над верхней губой, это самое популярное видео у меня на ютубе, очень много задают вопрос девочке, которым 13, 14, 12 лет, и они спрашивают, можно ли убирать усики в таком возрасте, и я отвечаю так, еще у многих мамы запрещают что-то там делать, я отвечаю так, что маму, конечно, слушать надо, это важно, но, опять же, это мамы не всегда уследят за тем, когда мы взрослеем, когда мы хотим нравиться парням, да, то есть это уже отношение ваше с мамой, вы выбираете, что вам дороже, то, что мама вас отругает и говорит вам, ходи с усами до 18 лет, а потом их убирай. Сейчас у нас время такое, что девочки взрослеют быстрее, во всяком случае, я была, когда молодой, я была самый поздний ребенок, я позже всех своих подруг начала встречаться, у меня уже в 12, в 13 все имели парня, а я только в 16 первого парня заимела, можно сказать, поэтому родители не всегда, мы всегда для них дети, поэтому нужно самим делать выводы по поводу того, что вам делать с вашими усами, вот, что касается, растут они больше или нет, не растут, не было такого замечено, может быть, если вы будете брить их бритвой, то они будут жестче, даже не знаю насчет больше, будут или нет, но если вы будете их выщипывать, наоборот, у многих людей, если они выщипывают, делают депиляцию, эти волосы становятся, растут потом, наоборот, тоньше и реже, у многих людей все зависит от структуры волоса, то есть как быстро они у вас растут, насколько темные, насколько толстые, все очень индивидуально, но я думаю, что проблем нет, если бы у моей доченьки в 13 лет были усики, я бы ей их убирала, или разрешала убирать самой как-то аккуратно, бережно, в общем, вот мой ответ. Следующий вопрос задает Рита. Как думаешь, стоит ли писать парню первой, или это все стереотипы о том, что парни должны все делать первыми? Что касается по поводу стереотипов, должны парни писать первыми, Вообще, я целое видео сняла о том, как я завоевала своего первого парня, я все делала сама, все делала первое, в принципе, ни о чем не жалею, хоть у нас и не увенчалось все это супер благополучным успехом, оно и к лучшему. Но что касается писать первой или нет, в дальнейшей жизни, даже после первого своего парня, я такая завоевательница, и я, в принципе, не вижу ничего в этом плохого писать первой. Единственное, что может быть писать первой, не стоит девушки, которая заведомо чувствует себя в позиции, ну, не на коне, не у руля, то есть, если вы чувствуете, что вы владеете ситуацией, что вы завоюете этого парня, что вы просто красотка, ему просто нужно дать немного внимания, и он будет ваш, то в таком случае стоит написать первой, прям напором так идти, но вы должны быть в этом уверены, а если вы не уверены там писать, не писать, то, может быть, даже лучше не писать. Хотя, просто вы можете оказаться в позиции той, что вы будете бегать за парнем. Это такие грани, очень тонкие, да, здесь вот именно зависит от вашей уверенности в себе. Можно написать, попробовать парню первый привет, как дела, задать ему пару вопросов, но диалог не должен строиться на том, что только вы задаете вопросы, то есть, вы пишете ему привет, как дела, все, парень заходит на ваш контакт или еще куда-то, смотрит на ваши фотки, и от того, нравится ему ваши фотки или нет, зависит то, как он будет с вами общаться. Если он не отвечает, значит, он вас не заинтересовался по фотографиям. Если он не отвечает и не задает вам в обратку какие-то ответы, да, вопросы не задает вам в обратку, значит, вы его не заинтересовали. А если человек, вы, допустим, ему пишете привет, да, он посмотрел на ваши фотографии, и все, вы можете кроме привет больше ничего не писать, он вас одолеет просто смс-ками, потому что вы ему понравились. Поэтому чувствуете вот эти вот границы, попробуйте написать, но обязательно смотрите, что будет происходить дальше, не доводите ситуацию до того, что вы бегаете, вам не отвечают. Следующая девушка это Нат Ланг, она пишет, с парнем не общаемся, он брат, подруги. Первое мое впечатление на него лет 7-8 назад не особо. Как его заинтересовать? Он это человек, который сам никогда добиваться не будет, но сейчас он подкатывает к своей бывшей, единственной бывшей. Мы с ней очень похожи, довольно хорошо ладим. Что делать? Ну, эта ситуация тоже вот похожая на мою ситуацию, как я завоевала первого парня, да. Если он подкатывает к бывшей, вполне возможно, что чувства не остыли у него, да, что касается бывших. Вы должны просто превосходить его бывшую, вы должны завоевать как-то его внимание. Вот, например, как я это делала со своим первым парнем, да. Дружить с его сестрой, приходить в гости, выглядеть всегда красиво. Посмотрите у меня видео, где... Как нужно выглядеть красиво, как самооценку свою поднимать. Видео, конечно, не в очень хорошем качестве, это мои первые были видео, но суть вся ясна, и там все понятно написано. То есть вы должны сиять, вы должны быть красивы, потому что первое, на что обращает парень, это на внешность. Дальше вы должны быть уверены в себе, вы должны быть веселы, вы должны улыбаться все время, да. То есть вы должны его заинтересовать. И когда он к вам потянется уже, и вы увидите какие-то движения в сторону бывшую, вы сразу говорите, так, давайте сразу сделаешь выбор, потому что мне призраки прошлого не нужны. То есть либо я, либо она. Я не слышать ничего не хочу. Вы должны это тоже понимать и чувствовать. Все это приходит с годами, что мужчина все, оторвался от прошлого, и вы намного лучше бывший, что даже если вы его бросите, допустим, да, он не вернется к ней, и вы будете та бывшая, к которой он будет постоянно подкатывать. Нужно сначала заинтересовать его. Заинтересовать внешностью, заинтересовать его внутренне, вниманием. Интересуйтесь, задавайте вопросы, где он гуляет, тат-тат-тат. Решите вместе пойти в кино все, с сестрой, там, и это. Смеетесь над какими-то вещами. То есть для начала я бы делала так. Следующий вопрос задала Диана. Она пишет, мне нравится мальчик, но я не понимаю его. Он иногда читает мои сообщения, и не отвечает. И как-то раз я ему написала, тебе нужно общение со мной? Вот что уже ошибка. Вот если вы уже пишете парню вот такие сообщения, тебе нужно сообщение со мной, или это... Это значит, что уже что-то не то, правильно? Вы уже в этом вопросе вкладываете свое сомнение, которое он показывает своими действиями. Можете уже не писать, а понимать, что ему общение с вами не нужно. Парень потому что пишет, в принципе. Если ему нужно общение, он всегда пишет. И таких вопросов не возникает. На что он ответил, да, нужно. Врет. Держит вас как запасный вариант. Но через некоторое время он написал мне сообщение, о чем и в принципе говорится. Я сейчас не очень хочу отношений. Поцелуйчик и подмигнул. С такими смайликами я очень сильно разочаровалась, и стало обидно очень. Я не знаю, что мне делать дальше, ведь я очень хочу отношений именно с ним. Помоги, пожалуйста. Ой, ну ситуация часто бывает такая. Вообще, девчонки, не зацикливайтесь на этом. Знаете, мы любим тех, кто нас не любит. Часто бывает, да. И в общем, в такой ситуации нужно любить себя. Сразу переключайте любовь на себя. Если вы видите, что парень не оценил вас по достоинству, не обратил на вас внимания, не любит, как-то, может быть, не уважает где-то вас, да, сразу переключайтесь на себя, на любовь к своей персоне. Не нужно любить того, кто вас не любит, не нужно любить того, кто за вами не ухаживает и не делает то, что вы хотите. Вы сразу должны полюбить себя и сказать, что это такое, я достойна лучшего, не надо мне такого парня. То есть я себя не где-то там нашла, да, я королева, я звезда, в общем, мне нужен самый лучший парень, который будет любить меня, уважать, поднимать мою с ума оценку. Также эта девушка написала, что она стеснительная, не знает, как с этим бороться. Со стеснительностью очень легко бороться, это просто вам нужно полюбить себя, нужно стать красивой, исправить все, что вам не нравится в себе. Лучше это делать какими-то такими вещами, да, приведу свои волосы в порядок, накрасились красиво, за кожей ухаживаете, одеваетесь хорошо. Если нет денег на одежду, скорее старайтесь заработать все это. Внешние моменты, они очень поднимают самооценку. Конечно, внутренне тоже нужно работать, но это более долгая работа. Я предпочитаю все изменить внешне. Я тоже была раньше гадким утенком и не такой красавицей, как сейчас. Все это сделала я сама, и старалась, и вкладывала в себя, и полюбила себя, и теперь ни один мужчина мою самооценку просто никак не понизит, потому что я слишком уверенная в себе. Слишком. Даже нет, не слишком. Я именно уверенная в себе в меру, как надо. Ну, в общем, никто не сможет понизить мою самооценку. С стеснительностью надо работать, просто вам что-то не нравится в себе, вы это стесняетесь. Все, что не нравится, сидите к своей цели и меняйте. Может быть, вы на кого-то хотите быть похожими, чтобы вот так выглядеть ярко, что-то вам нравится. Может быть, от каких-то образов по чуть-чуть взять. И, в общем, сделать свой какой-то собственный образ, как вы хотите выглядеть. И что касается этого парня, то я уже с самого начала ответила, я думаю, что общение с вами ему не нужно, и не общайтесь. Хотя, что я там говорила, я говорила по поводу того, что, может быть, пофлиртовать можно на его глазах. Да, часто бывает такая ситуация, что если вы выказываете человеку симпатию, и он знает, что он вам нравится, что вы там вообще без ума от него, а потом в какой-то момент, через какое-то время, вы раз и переключаетесь на другого парня. Это такое чувство собственности у мужчин, так же, как у женщин, что сначала нравился он, а теперь нравится кто-то другой. И этот человек невольно начинает активировать, думая, что это чувство собственности вовсе не чувство собственности, а какое-то чувство к вам, возможно. То есть это как вариант. Если у него так было 50 на 50, то может перевалить в сторону того, что вы ему нравитесь. Если у него было меньше 50%, то, скорее всего, там что-то ёкнет, но он поймет, что это все фигня, просто начнет выпендриваться, но отношений с вами тоже не захочет. Ну, какое-то взаимодействие, возможно, будет. Попробуйте вот эти вот все методы и посмотрим, что будет. В общем, и все. Я ответила на все вопросы. На сегодняшний день вопросов больше нету, хотя я не знаю, когда я выложу это видео. Возможно, уже много других вопросов придет. Итак, девочки, если у вас есть какие-то вопросы, обязательно прям пишите под этим видео. Лучше в комментариях, а не в личку. Я обязательно отвечу на все вопросы, проанализирую все ваши вопросы и постараюсь вам помочь. Специально для вас еще раз повторяю, я видео с вопросами по запросу я выделяю красным, чтобы вы сразу видели, заходили и понимали, что там специальная рубрика для вас. С вами была Селена Свей. Я с удовольствием ответила на ваши вопросы. Надеюсь, они вам помогут. Пишите в комментариях, если что-то вы уже испробовали, какие дальше результаты, потому что они могут быть разные. Мы будем дальше продумывать стратегии работы с нашими возлюбленными. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, задавайте вопросы. А мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока!